До конца года 60% домов Наринмара будут подключены к высокоскоростному интернету. Об этом накануне сообщил вице-президент макрорегионального филиала «Северо-Запад Ростелеком» Андрей Балаценко. Появятся ли в наринмарских автобусах валидаторы и целесообразно ли тратить на ремонт крыши 14 миллионов рублей? Александр Цибульский проинспектировал территорию автотранспортного предприятия и пообщался с руководством. Услуги зубопротезирования для инвалидов в округе могут стать бесплатными. Встреча с активом общественной организации прошла накануне по инициативе главы региона. Подготовку восточного сектора округа к предстоящему осенне-зимнему сезону оценили на месте представители профильных ведомств НАУЗа, Полярного района и Окружной прокуратуры. Ежегодно 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день по всей стране вспоминают жертву страшной трагедии, которая произошла 14 лет назад в Беслане. Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. До конца года 60% домов Наринмара будут подключены к высокоскоростному интернету. Об этом накануне сообщил вице-президент макрорегионального филиала «Северо-Запад Ростелеком» Андрей Балаценко во время рабочей встречи с главой региона Александром Цибульским. В ходе рабочей встречи глава региона Александр Цибульский поблагодарил вице-президента филиала «Ростелеком» по Северо-Западу Андрея Балаценко за проделанную работу. У нас улучшена система передачи данных и обеспечения наших жителей. Телефонная связь и интернета мы сегодня, наверное, сможем с вами вместе убедиться и дать старт новому этапу взаимоотношений Ростелекома и жителей Наринмара. Напомню, в 2018 году филиалом «Ростелеком» были проведены работы по реддизайну магистральных каналов передачи данных в направлении Наринмара. После этого стало возможным строительство современной абонентской сети связи на территории самого города. До момента масштабной постройки услуги связи для всего региона оказывались через спутниковый канал с пропускной способностью всего лишь 16 мегабит в секунду. Современная сеть будет построена по технологии «ПОН» и обладать скоростью в три раза выше. А оптическое волокно с высокой пропускной способностью будет прокладываться до квартиры абонента. В результате оптики прямо заходят в дом. Даже не просто в дом, а в квартиру. И на основе этого можно получать все сервисы, видео, голос, данные с тем качеством, которое ничем не отличается. Например, только получают это в Нью-Йорке или в Лондоне. Не говоря уже про Москву и Санкт-Петербург. Как отметил Андрей Балаценко, оптоволоконные линии до конца года будут подведены к 175 домам Наринмара. Тем самым возможность подключать цифровые услуги появится более чем у 5000 семей. Скорость интернета при этом будет составлять до 50 мегабит в секунду. Чтобы лично убедиться в качестве предоставляемых услуг, рабочую встречу решили продолжить у первого пользователя высокоскоростного интернета в Наринмаре, проживающего по улице Ленина, 33Б, где и произвели замер скорости. Заявленное качество услуг связи соответствует действительности. А это значит, абонент теперь имеет возможность выйти в интернет на мобильном устройстве со скоростью до 40 мегабит в секунду. И это еще не все. Пользователи также могут подключить следующие дополнительные опции. Фиксированный IP, антивирус, то есть надежную защиту компьютера с удобной оплатой, ребенок в доме, ограничение доступа к нежелательным сайтам. То, что мы делаем сейчас в Наринмаре, мы думаем, что мы проведем замену своей, так называемой, физической сети в следующем году. И 80% домохозяйств будут иметь возможность подключиться по оптике. И не почувствовать себя оторванными в этом мире и иметь сервисы уровня мирового. Напомню, компания Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующих во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйства России. Признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности и жилищно-коммунальных услуг. Любовь Турмякова, Ленин Шишелов, Телеканал «Север». Появятся ли в Наринмарских автобусах валидаторы? Целесообразно ли тратить на ремонт крыши 14 миллионов рублей? Что делать со школьными автобусами, которые уже два года стоят без дела? Эти вопросы стали ключевыми в ходе рабочей поездки главы региона в городское АТП. Александр Цибульский проинспектировал территорию автотранспортного предприятия и пообщался с руководством. Подробности прямо сейчас. Осмотр единственного в Наринмариях автотранспортного предприятия глава региона начал с гаражных боксов. Технические помещения, а многие из них построены несколько десятилетий назад, силами АТП поддерживаются в пригодном состоянии. Для автобуса большого класса здесь у нас лязы, ну и вот один масс у нас есть, стоят. То есть вот это вот наше... Они все на ходу? Да, да. Последнее приобретение, скажем так, последняя недвижимость, которая была построена. Поэтому вот в хорошем состоянии, твердое покрытие, хорошая крыша, не течет, тепло, все хорошо. Беспокойство у руководства автотранспортного предприятия вызывает лишь один из гаражей, где протекает кровля. На ремонт крыши требуется 14 миллионов рублей. Это по смете. Я уже просто честно говорю, у меня уже не хватает ремонта. Ну у нас деньги, давайте считать их начнем. Нет, мы же обычной крышей, там все балки, все есть. Я понимаю, там разводят. Это просто взять, положить профлист, положить туда утеплитель и набить 4 доски. Ну что здесь 14 миллионов делается? Давайте сметы проверять будем. Мне кажется, у нас сметчики не профессиональные. Мы ее проверим. Либо злоумышленники. Ознакомился глава региона и с автопарком городского АТП. Сегодня на пассажирских маршрутах задействовано 30 единиц техники. Имеются на балансе предприятия и 4 школьных автобуса, которые вообще никак не задействованы в работе. Вот два года они вообще с места не трогались. Так может их как-то перепрофилировать? Мы ждем до следующего года. В следующем году им 10 лет исполняется. То есть на них уже нельзя будет детей возить. Поэтому мы меняем сидения. Там сидения детские же стоят. То есть меняем сидения на нормальные и запускаем их на пассажирские перевозки. В ходе рабочей поездки Александр Цибульский поинтересовался и о судьбе валидаторов, которые до сих пор не появились в городских автобусах. Выяснилось, что в модуле, который закуплены предприятием в партнерстве с Ненецким информационно-аналитическим центром, не интегрирована связь с банком. Поэтому они не могут принимать бесконтактные платежи. Весь вопрос уперся в деньги. То есть надо 800 тысяч и все. Проблема решится. Серьезно? Вот 800 тысяч, проблема решится. И мы говорим, что это невозможно. Вот. И мы уперлись в нее, про нее год говорим. Он мне не докладывал. Мне Мурадов говорил, что достигли понимания, но не понимают, как сделать платежку. Если это вопрос 800 тысяч, чтобы это с карточкой, давайте найдем 800 тысяч. Впрочем, руководство АТП заверило, уже в этом месяце в городских автобусах можно будет оплачивать проезд по Безналу. А социальные карты планируют запустить в феврале 2019-го. Алина Ваучейская, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Услуги зубопротезирования для инвалидов в округе могут стать бесплатными. С таким предложением к Александру Цибульскому обратились представители Ненецкого регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Встреча с активом общественной организации прошла накануне по инициативе главы региона. Сегодня воспользоваться компенсацией в размере 30 тысяч рублей могут только люди старшего поколения. А жители региона с ограниченными возможностями здоровья не могут получить соответствующую компенсацию, как участники окружной госпрограммы «Старшее поколение». Для инвалидов, которые не попадают в программу «Старшее поколение», это 50-55, женщины 50 лет достигшие, и мужчины 55. Эти проблемы существуют. Но вот если брать полностью всю категорию, мы посмотрели, вот женщины до 50 лет, это 440 у нас человек, которые имеют инвалидность, и мужчины до 55 лет, 678 человек, которые имеют инвалидность. И учитывая те расходы, которые сегодня предусмотрены, 30 тысяч рублей, то сумма, конечно, 33,5 миллиона рублей. Как отметил Александр Цибульский, сумма для округа серьезная, но вполне посильная. Понятно, что одновременно протезировать зубы тысяча человек в год не пойдет. Я считаю, что мы можем пойти здесь на встречу, и понятно, что одномоментно 30 миллионов мы не сможем, но это и не нужно. А выделять там, допустим, квоту в миллионах по 5-6 в год, мы вполне на эти цели можем. По итогам встречи глава региона дал поручение руководителю профильного ведомства проработать изменения в действующие нормативные акты региона с учетом предложений общественников. Между тем, в ходе встречи речь зашла и о помещении, где располагается общество инвалидов. По словам Надежды Ковалевской, здесь тепло, сделан ремонт и расположение удобное. Вот только убирать территорию возле здания некому, особенно в зимний период. Мы с вами убираем снег, очень проблематично. Тот, кто с нами находится в одном здании, это щит, они убирать не хотят, и все это лежит на плечах инвалидов. Это сложно. И я тут и везде звонила, и ДСУ наш, и в Чистый город мне Андрей помогал там, да, решить этот вопрос. Но как-то никто, все отнекиваются, что это не наша территория. Кроме этого, активистов общества инвалидов не устраивают платежи за коммунальные услуги. Я знаю, те, кто находится в нашем здании, они не оплачивают почему-то, а мы все оплачиваем. И тепло, и электроэнергию, и свет, и телефон, интернет. Ну, телефон, интернет я согласна еще оплачивать. Коммуналка, конечно, очень большая. В месяц и по 8-9 тысяч приходит. Полностью освободить всероссийское общество инвалидов от уплаты коммуналки не получится. Все их проблемы и пожелания Александр Цибульский взял на контроль. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Подготовку восточного сектора округа к предстоящему осенне-зимнему сезону оценили накануне на месте представители профильных ведомств ВНАО, Заполярного района и окружной прокуратуры. Делегация, возглавляемая первым вице-губернатором Михаилом Васильевым, посетила отдаленный поселок Варнак на острове Вайгач. Вместе с чиновниками готовность населенного пункта предстоящей зиме оценил Тимофей Жуков. Первые баржи с углем, дровами и дизельным топливом прибыли на остров Вайгач в поселок Варнак минувшую субботу. Судоходная компания «Экотек», выигравшая тендер по доставке грузов, доставила в отдаленный населенный пункт в рамках северного завоза 50 кубометров дров, несколько тонн бензина для населения и уголь для местной котельной. Северный завоз. Вот сейчас выгружаем, уже дистопливо выгрузили, дрова 50 кубов. Ну, сейчас уголь разводим. Ну и плюс новый трактор нужен. Новый трактор. Для работы. С нетерпением ждут в Варнаке новое жилье и теплое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. Четырехквартирный жилой дом местным жителям обещали еще в 2014 году. Однако компания, выигравшая тендер, оценив громадные расстояния, отказалась от участия в проекте. Глава Юшарского сельсовета предлагает свой путь решения проблемы. На Варнаке надо. Пишите, пожалуйста, Николай Викторович. Это Александр Викторович, курс, я уже обращался с этим вопросом два раза. На Варнаке надо построить 24-квартирные дома, и проблема по жилюю в Варнаке. Мы на Варнак прилетим туда. А, да, да. Ну, и чтобы меня тоже жители знали. Значит, два дома построить, четыре квартиры, все. Все. Проблемы будут. Там дизель, дизель новый, да, вот, спасибо, Сергей Георгиевичу. Линия предотвращения сравнительно новая. 17 ламп, по-моему, да, если не ошибаюсь, 17 ламп, там, ну, там поселок небольшой, одна улица морская. Кроме того, среди первоочередных проблем поселка – нехватка рабочих мест. Основное занятие населения – оленеводство. Олени на острове и на свободном выгуле. Поэтому проблему решают пока своими силами. Что нужно поселку, чтобы он продолжал жить и работать? Жилье на улице, работа. У нас шесть безработных. Было шестнадцать, сейчас шесть осталось. Устроим понемногу. Вот сейчас жилье. Самое главное. Самое главное. На встрече в поселковом доме культуры вице-губернатор Михаил Васильев вместе с жителями расставил акценты по востребованным темам. Определил направление по улучшению ситуации с трудоустройством и обеспечением продуктами. Тимофей Жуков, Игорь Тарасевич, телеканал «Север», поселок Варнак, остров Вайгач. День знаний торжественно встретили в минувшую субботу в школе поселка Амдерма. Радостные эмоции вместе с учениками разделили и большие гости из окружной столицы. В праздничной линейке приняли участие первый заместитель губернатора Неницкого округа Михаил Васильев, руководители Заполярного района, а также представители собрания депутатов, прокуратуры НАО и наша съемочная группа. Порог школы в поселке Амдерма впервые переступили в этот день двое первоклашек. Маша Златова и Женя Пенолей, непривычно серьезные и счастливые, вместе со своим первым учителем Надеждой Шестаковой прослушали поздравления от имени главы округа Александра Цибуйского. Хочется сегодня отдельно поздравить тех, для кого школьный звонок прозвучит первый раз. Помните, каких бы высот не достигал человек, путь к ним начинается в школе, с букваря, прописей, желания каждый день покорять, пусть небольшие, но новые вершины. С праздником вас, дорогие друзья, с Днем Знаний. Время у губернатора Неницкого округа Александра Талевцева. Первоклашкам Амдермы только предстоит сделать свои первые школьные уроки. А для учеников выпускного девятого класса Саши Сметанина и Насте Молотковой начинается их завершающий учебный год в родной школе. Ставьте перед собой самые амбициозные цели и добивайтесь их. Перед вами сейчас открываются такие возможности, которых не было у выпускников предыдущих лет. Поэтому верьте в себя. И я уверена, пройдет совсем немного лет, и все мы будем гордиться вами. Школу Амдермы ждет непростой учебный год. Решать предстоит не только учебные задачки, но и строительные. Решением администрации НАУ на разработку проекта по капитальному ремонту старых школьных помещений из бюджета округа выделено свыше двух миллионов рублей. И один из главных сейчас вопросов – как совместить процесс учебный и процесс строительный. Тимофей Жуков, Игорь Тарасевич, телеканал «Север», поселок Амдермы. Тоска для рисования, конструктор и алфавит. Все это и многое другое появилось на веранде подготовительной группы детского сада «Росток». Ремонт произвели мамы и папы воспитанников дошкольного учреждения в рамках фестиваля родительских инициатив. При этом за свой счет. Что в итоге получилось, узнаете из следующего сюжета. – Ой, перереживаешь ленточку, ребята, посмотрите. Прогулка на свежем воздухе для воспитанников детского сада «Росток» началась сегодня с приятного момента. Еще недавно здесь были серые стены и две скамейки. Сейчас веранду не узнать. На полу геометрические фигуры, классики и твистер. В центре доска для рисования и алфавит. То, что нужно будущему первокласснику. Теперь проводить время на улице стало намного интереснее. «Есть зона для девочек, есть зона для мальчиков. То есть всевозможные конструкторы, куколки и так далее. Есть центральная зона, на ней расположена доска. Там дети могут проявить свою фантазию. Также воспитатели могут что-то обучающее. Есть зона ПДД. Так как у нас детки на следующий год пойдут в школу, это очень важная зона для того, чтобы они знали и соблюдали правила дорожного движения». Основная цель фестиваля родительских инициатив – это добровольное участие родителей в благоустройстве территории детского сада. На ремонт веранду ушел почти месяц. Покраска конструкции и покупка инвентаря – все за свой счет. «Добро не остается незамеченным. Оно является огромным примером для наших детей. Мы, воспитатели группы «Непоседы», хотим выразить огромные благодарности нашим родителям за создание развивающей среды на прогулке. Это Маркова Нина Юрьевна, Поздеева Елена Александровна, Толеева Светлана Николаевна, Бурлака, Ольга Александровна. Стоит отметить, что создавать развивающую среду для детей родители подготовительной группы начали еще в прошлом году. Тогда здесь появился деревянный автобус и веселый забор. На обустройстве веранды родители воспитанников сада также решили не останавливаться и сделали декоративную зону по мотивам сказки «Колобок». Воспитатели надеются, что их работы станут хорошим примером для других дошкольных организаций региона. Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Ежегодно 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день по всей стране вспоминают жертв страшной трагедии, которая произошла 14 лет назад в Беслане. В Нининском округе организатором акции «Свеча памяти» выступил Центр военно-патриотического воспитания. Напомню, 14 лет назад в Беслане произошел один из самых масштабных терактов по количеству жертв. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу номер один, заминировали спортивный зал и удерживали на территории учреждения более 1100 человек. Среди них были дети, их родители и сотрудники школы. В течение двух с половиной дней заложники содержались в тяжелейших условиях, им было отказано в воде и еде. В результате трагедии погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Учащиеся минутой молчания почтили память погибших детей и взрослых, а также разложили свечи символ огня жизни к дереву скорби с фотографиями детей и взрослых. Такова была информационная картина к этому часу. До встречи в эфире.